Уже в ближайшее время правительство России должно предоставить президенту Владимиру Путину обоснованный и справедливый размер роста платежей по коммунальным услугам. Ведь выросшие за последнее время тарифы более чем в два раза сегодня вызывают, если не истерию, то массовое недовольство у горожан. По мнению красноярцев, рост тарифов в сфере ЖКХ – это одно дело, и совсем другое – это качество услуг, которые предоставляют управляющие компании ТСЖ. Вот история одного элитного дома, Оксана Швецова, недавно заселилась в жилой массив Лазурный и сразу же столкнулась с неприятностью. Кто-то из соседей, выезжая из подземной парковки, снес зеркало на ее машине. Был небольшой инцидент, связанный с парковкой, но дело не в самом этом инциденте, потому что мне возместили стоимость зеркала. А проблема в том, что по камерам невозможно было определить, кто это сделал. Ведь по большому счету хочется найти, кто это сделал, чтобы этого больше не происходило. Ну и, конечно, хочется отметить, что был сайт у ТСЖ «Квартал», и там люди оставляли заявки какие-то. В общем-то, это, я думаю, полезная вещь, тем более всех обязали, по-моему, насколько я знаю, сделать эти сайты. А сейчас он почему-то закрыт. А ведь деньги здесь собирали, как говорит пострадавшая, отнюдь не на самые дешевые камеры. В управляющей компании «Квартал» сегодня рассказали, что в курсе ситуации решат проблему в ближайшее время. Мол, просто возьмут и купят другую партию камер с более четким изображением, и все за тот же счет собственников. Мы произвели голосование по инициативе жителей о необходимости этих самых видеокамер и начислили деньги. В связи с тем, что в доме по факту проживает не более 50% жителей на сегодняшний день, то есть деньги собраны, ну, соответственно, тоже далеко не в полном объеме. Но даже те деньги, которые мы собрали, мы еще освоили не полностью. То есть у нас планируется до конца марта месяца эту систему улучшить. Впрочем, это лишь одна из проблем элитного массива. Собственники жилья удивлены. Сегодня один подъезд дома сделан в классе «Люкс», соседний, ближе к категории «Эконом», хотя все платят одинаково. Но пока дом как бы не полностью заселен, поднимать такой вопрос нужно, чтобы здесь большее количество собственников проживало, чтобы можно было провести общее собрание, выбрать способ управления, как либо остаться с этой управляющей компанией, если она как бы исправит свои недостатки в работе, либо создать СЖ и самим управлять своим жилым домом, имуществом жилого дома. Депутат Валерий Ревкутс входит в состав рабочей группы по вопросам ЖКХ в Красноярске. Появился он всего неделю назад, хотя необходимость перемен зрела давно. Ситуацию по городу уже промониторили. В топ некачественных услуг от управляющих компаний сегодня входит уборка двора и мусора, плохое освещение, низкое напряжение в сети. За несколько дней в приемную Ревкутсу поступило больше сотни звонков. Вопросы одни и те же – рост тарифов и низкое качество работы. Незнание многими людьми своих прав в этой части порождает цепную реакцию, не предъявление требований. А коль требования не предъявляются, ну а зачем кто-то будет стараться вообще поставлять качественную продукцию, когда все идет в лед, какое попало, положим. Где-то качественное, где-то некачественное. Еще пример. Многочисленные вопросы у красноярцев этой зимой вызвало тепло, поступающее в сотни домов. Радиаторы в мороз и воду в крайне горячими назвать было сложно. Поставщики говорят, что регулярно выдерживают температуру. Вода остывает в основном из-за ошибок ТСЖ. Проблема она у них существует, потому что там система горячего водоснабжения у них зачастую тупиковая. При тупиковых схемах теплоснабжения проблемы с горячей водой будут существовать всегда. Потому что вода, остывшая за ночь, утром встаем, сливаем, она холодная. Надо слить всю эту стояк, систему, весь дом, чтобы там появилась теплая вода или горячая 60 градусов. Некачественные услуги в сфере ЖКХ и высокий тариф – это таковы современные российские реалии, говорит и председатель Краевого союза промышленников и предпринимателей Михаил Васильев. Несмотря на многократные заявления президента о том, что ситуацию надо кардинально менять. Не скажу, что ничего не улучшается. Положа руку на сердце, можно с вами сказать, что есть на самом деле за последние 10 лет некое улучшение в этой ситуации. Ведутся работы в тепловых узлах в целом на территории города Красноярска, да и в других территориях тоже. Но безусловно, это все капля в море человеческих жалоб. Кстати, президент Путин уже поручил правительству проверить качество коммунальных услуг в регионах. В срок до 1 мая чиновники должны принять нормативные акты об усилении ответственности управляющих компаний за несоблюдение стандартов и правил. Возможно, после указа свыше ситуация как-то изменится в лучшую сторону. По крайней мере, уверены эксперты, штрафы и любое другое серьезное наказание способны заставить управляющие компании быть более экономными и щепетильными. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мы телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru Сергей Кузовков, Дмитрий Яковлев, Сергей Кашин. Афонтово. Новости.